Даже спустя 12 часов после задержания у обвиняемого заплетается язык. На вопросы судьи Сергей Болков отвечает с видимым усилием. Сказывается ударная доза алкоголя, принятая в течение недели. Уйти в запой мужчину, по словам соседей, заставила ссора с подругой. За дверью, которую во время штурма спецназу пришлось выламывать, Болков якобы проживал с сотрудницей полиции. Молодая девушка. Как поняли, что она в полиции работала? Она в форме, я ее в форме видела. В подъезд, например, зайдем, если у меня сумки есть, он даже поднимал мне до четвертого этажа. Но в пьяном угаре, вооруженный карабином «Вепрь», Болков в одночасье из доброго соседа превратился в смертельную угрозу. Со своего балкона, словно в тире, мужчина начал расстреливать прохожих. С места преступления изъяли не меньше 70 гильз. В самом начале стрельбы под огнем оказался автомобиль семьи из трех человек. Машина была припаркована возле этого магазина, прямо здесь, напротив балкона, откуда раздавались выстрелы. Одна из пуль попала девятилетней девочке в живот. Балкон у этого дома был. И вот здесь, получается, прям у мужа, ровно на стекло, у него где-то в сантиметрах десяти от шеи пролетела пуля. И задела сиденье. И прошла ребенок прямо вот в это место. Пришла насквозь. Ребенка с ранением кишечника доставили в больницу и прооперировали. Состояние девочки тяжелое. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Этой трагедии можно было бы избежать. Уверены родные Владимира Нагимова, убитого в пьяной драке 20 лет назад. Роковой выстрел в сердце тогда якобы произвел еще милиционер Сергей Болков, будучи не при исполнении. Его тогда вывезли, насколько я помню, где-то спрятали. То есть его не уволили из органа. Просто на какой-то момент его убрали с Химаша. Тогда этот человек не понес никакой ответственности. Было сделано так, что это было задержание преступника. Все это выставили как самооборону. Из органов МВД Болкова уволили около 10 лет назад. В последнее время он нигде не работал. В спецоперации по задержанию стрелка было задействовано около 100 представителей МВД и коллеги из Росгвардии. От рук злоумышленника пострадало два человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Подсудимый выступил с обращением к родным пострадавшего ребенка. Знаете то обвинение, которое вам подъявлено? Да. Полного беда? Единственное, могу добавить, что я не вел полицей на огонь. Я девочку не стрелял, я не видел ее. Я хочу сразу же, в первый же день, принести извинения ее родным и близким. Однако суд посчитал, что Болков может скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей. Ближайшие два месяца мужчина проведет в изоляторе.